Просветительская работа Программа научно-популярного мероприятия по традиции оказалась богатой на образовательное содержание. Интерактивы здесь представили собой экономический диктант от Института управления экономики и финансов, квест «Соберись в маршрут» от Института геологии и нефтегазовых технологий, игры и викторины от Музея истории КФУ, консультации психологов и многое другое. Благодаря интерактиву, представленному Институтом филологии и межкультурной коммуникации, участники смогли постичь азы и тонкости китайской каллиграфии. За короткое время гости смогли узнать обо всех изысканиях в мире науки. Я смотрю на сегодняшний момент, что при входе дети пока еще не до конца понимают, что будет за этими дверями. Но если посмотрим те, кто выходит, глаза горят. Если посмотрим те классы, те аудитории, где сейчас проходят занятия, мастер-классы, мы видим, что там есть живое общение, там есть и смеха, и эмоции всевозможные. Это говорит о том, что действительно у нас все получается. Все желающие имели возможность послушать лекции преподавателей. Первым выступил доцент Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Владимир Силантьев. С темой геология, эволюция и катастрофы кто кого. Ребята убеждены, что профессия геолога никогда не устареет. А потому актуальность выбранной темы неоспорима. В будущем я хочу стать геологом. Мне очень интересна эта профессия. Она перспективна и рентабельна. А сейчас у нас появляются все новые и новые способы добычи и разработки месторождений. Поэтому эта профессия никогда не устареет и всегда будет актуальной. Также внимание гостей приковали такие лекции, как «Война полов» от заведующего кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Ильгизара Рахимова. А также «Вся правда о психологии» от доцента кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдара Абитова, где было развеяно множество популярных мифов. Цена то, что преподаватели университета приезжают непосредственно в отдаленные места, рассказывают о том, что есть, дети видят студентов, видят преподавателей, в общем-то они привезли новые какие-то технологии, а о них они могут увидеть. Очень интересные лекции. Школьники также смогли узнать ответы на вопросы о поступлении и обучении в Казанском университете от приемной комиссии. Очень многие поступают в КФУ, потому что направлений там очень много. Некоторые мои знакомые поступили в этом году туда, им нравится, они довольны. Они не говорят, что учиться там трудно, еще как-то, им нравится. А мы напоминаем, что проект охватит все районы Татарстана. Куда направится научный десант КФУ далее? Оставайтесь с нами. Валерия Муратова, Олег Апачаев, Универньюс.